Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как вы можете привлекать средства, создав краудфандинговую страницу всего в несколько кликов. Речь пойдет о сервисе Яндекс вместе для добрых дел. Сервис существует с конца 2014, но как всегда есть те, кто не знает о его существовании. И это при том, что с момента появления сервис преобразился и дистанцировался от благотворительной направленности, став просто инструментом Яндекса для приема платежей. Пользователь может отправить счет по почте, сгенерировать кнопку для приема платежей. Кнопка будет иметь такой вид и может минимально настраиваться. Для юридических лиц есть более продвинутые формы приема платежей, касса и форма сразу на несколько товаров. Форма и касса отличаются тем, что средства зачисляются на счет организации, а не на Яндекс кошелек пользователя. И комиссия взимается не с получателя, а с плательщика. Размер комиссии 3%. И вот собственно страница. То, о чем я хотел рассказать. Но прежде чем сделать страницу, нам нужно завести Яндекс кошелек. Три секунды. Номер телефона, код по смс, ввели код, получили кошелек. Он привязан к аккаунту Яндекс. Теперь можно создавать страницу. Название. Название должно выражать суть компании и не вызывать отторжения у потенциальных жертвователей. В данном случае название абсолютно проигрышное. Далее описание. Тоже небольшое, но информативное. Естественно добавим фоточку. Выберем фон. Фоны конечно ужасные. Ну ладно, пусть будет этот. Теперь номер счета. Это номер Яндекс кошелька. Адрес страницы, имейл. На этот имейл вам придет письмо о регистрации страницы и ссылка на редактирование или закрытие страницы. Что должен указать отправитель? Нам достаточно имени. Согласен с договором оферты открыть страницу. А, забыл указать сумму по умолчанию. Сейчас. Все. Оформление, конечно, не фэн-шуй, но все основное есть. Перевести с помощью Яндекс денег или визы и мастер-карт. Адрес страницы постоянный. Вы можете дальше уже расшаривать ее в социальных сетях, на сайтах. Словом, проводить фандрайзинговую кампанию. Средства поступают на ваш Яндекс кошелек. Вы оплачиваете комиссию за перевод 2% с банковских карт и 0,5% при использовании Яндекс денег. Ну и дальше у вас могут возникнуть только проблемы с обналичкой Яндекс денег. Это отдельная тема, но в целом вы потеряете еще как минимум 3%. Основным достоинством сервиса является простота использования и отсутствие каких-либо ограничений при создании страницы. На Бомб Стартере, например, таких ограничений много. Оставив в стороне оценочные суждения, типа хорошо это или плохо, если вы сможете раскрутить страницу по сбору средств на ваш отдых в Таиланде и люди будут переводить вам деньги, почему нет? Все. Любите друг друга, собирайте средства на хорошие и важные для общества проекты. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.